всем привет дорогие мои друзья рада вас приветствовать на канале мари арт живопись маслом и сегодня давно у нас не было рубрики рисуем с детками и сегодня мы напишем с вами с вами и с вашими детками такого замечательного павлина очень простая птичка в исполнении все я вам покажу листочек у меня акварельная бумага формат маленький форматик совсем то есть какой-нибудь вытянуть и берите можете в принципе взять что-то более большое а4 к примеру подписывайтесь на канал кто не подписан включайте колокольчики чтобы не пропускать новые видео уведомления будут приходить вам делю я листочек примерно приблизительно на глазок пополам по горизонтали по вертикали и вот видите в левом углу в серединке начертила овал то есть примерно размеры смотрим да насколько он маленький диагональную такую линию под изгиб с небольшим изгибом показала посередине где-то головы это вот наклон клюва и уже от головушки начинаю намечать шею вот здесь вот внизу тела и вот такой да будет видно но пошире чем вот голова занимает и делаем шею шею не толстую то есть так вот она плавно спускается такая стройная длинненькая изящная 6 здесь у нас будет перышки где-то шею пополам делим и здесь пойдут задние перья но это наверное вот хвост откуда начинает расти так понимаю такие вот перышки это картинку я тоже нашла в интернете то есть это не моя задумка придумка то есть как бы перерисовываем то что уже есть голову еще раз смотрите поделила пополам еще да и в нижнем уголочке наметила глазик и глазик обрисовываю тоже на готовой работе видите да там и темно-синее пятно и белая ну то есть приблизительно их намечаю на макушечке будет такой интересный красивый хохолок все в принципе это все что нужно для рисунка кисть беру синтетику плоская синтетика красочка беленькая с желтенькой начинаем хвост павлина рисовать мазочки наносим как бы представляем что солнышко да вот лучики солнышко павлин как бы у нас солнце и лучики в разные стороны вокруг него расходятся то есть приблизительно вот такие вот движения туда же добавила капельку зелененькой зелененькая это у меня изумрудная можно в принципе брать любую зелененькую и так вот полностью желтая не перекрывая добавляю оттеночков где-то можно больше желтый разбеленный где-то более зеленых но смотрите по итогу то есть можете сделать какие-то свои до интересные перышки но в итоге должно быть яркий хвост красивый да то есть сильно его не темним то есть мы будем добавлять туда еще и синих оттенков но в итоге они не должны вот эту яркость красоту желтого перебить то есть стараемся оставлять его красивым и ярким и около шеи павлина я добавляю желтый разбеленный чтобы был контраста у нас шейка будет темная такая темно-синяя с черным чтобы она контрастно смотрелась выделялась вот прям около шеи я добавила светлых оттенков добавляю синенького с белилками синий это у меня ультрамарин я взяла ультрамарин хотя есть обычный синий просто синяя написано она более как по мне такая мрачноватая какая-то ультрамаринчик такой повеселее цвет то есть тоже смотрю как бы да вот то что мне нравится краска какой я хочу написать какая мне на данный момент симпатизирует ту и беру более голубоватых оттеночка вот с белилками больше разбилила таких немножко мазочка потому что видите добавила на темно-синих и как-то так мрачновато скучновато достала то есть добавляем яркости хвостик вот здесь да откуда начинается у нас там он будет светлый вот около него проложим наоборот темный больше синего то есть играем с контрастами шейка темная на светлом фоне светлый начало хвоста на темном фоне желтый с белилками такими вот волночками заполняю показываю как будто эти перышки смотрю чтобы примерно они если убрать вот эту вот голову шею тело птицы чтобы это как бы зрительно был какой-то ну что-то напоминающий кружочек да то есть приблизительно там не обязательно все это выцеливается чуть-чуть добавляю мазочка в зелененьких что-то такое напоминающие перышки когда вот они перышки сложенном виде одно на одно заходит вот чего-то такое приблизительно добавляем туда же синеньких чистым ультрамарином пока закрою пока одним вот цветом закрываем наше туловище и шею закрыли и добавляем теневую под головой да на шею падает тень по краям чуть-чуть проложим черного беру беленького немножко и полупустой кисточкой начинаю растушевывать по форме нашей шеи то есть перышки прокладываю неровными мазочками а как бы волнообразно до лодочками такими рисую тем самым я показываю что у нас он не плоский а имеет шея объем форма цилиндра дам показываем что она у нас не плоская теневой добавляю по краям немножко можно также немножечко темных перышек добавить и где-то посередине и потом аккуратненько маленькими коротенькими мазочками нежно голубых таких добавляю они там уже сами где-то смешиваются с черным с голубым становятся такие вот не одинаковые разнообразные мазочки синим цветом закрываю область вокруг глаза чуть-чуть подпачканным ультрамарин с белилками с капелькой черного чтобы не чистый ультрамарин был а такой подпачканный закрываю верхнюю голову часть верхней головы кисть синтетика тоненькая уже взяла маленькую кисточку чтобы мелкие детальки было удобно прорисовывать закрываю клюв белым цветом и соответственно вокруг глазика вот это вот красивый такой узор закрываем тоже белым цветом немножко оттеняем черненького добавляем сам глазик черным прорисовываем и вот здесь на носике такая вот ноздричка у него белым обрисовываем глазик у стрелочку ему делаем кисточку кончик тоненький тоненький ставим блечок белилки желтеньким наш красивый хохолок сначала намечаем таким цветом потом беру синенький и вот так вот натыкиваю точечки дальше немножко капельку капельку черного добавим для как бы теневую внизу и вот этим голубым подпачканным тоже ставим такие вот точечки вот такой пушистый интересный получился хохолок такими довольно таки простыми движениями такой красивый получился беру белый цвет добавляю наше основание хвостика посветлее хочется мне сделать таких вот волнообразных мазочков сверху добавляю желтый желтая краска сама по себе она полупрозрачная но у меня во всяком случае поэтому она ярче будет лежать на белом поэтому я проложила сначала белый а потом уже желтый черным цветом жиденько обрисовываем с водичкой делаем чтобы кисточка писала тоненько добавляем водичку красочку делаем пожиже и немножко таких вот черных пятнышек полосочек разложили обводим клювик чтобы он у нас четко был виден галушку где-то какие-то если неровности есть в самом самой шеи до края шеи можно этим цветом обвести поправить зеленоватых оттенков чуть-чуть на хохолок и тоже вот показывать черным немножечко прикрепили его к макушечки чтобы он не сливался с фоном черное чуть-чуть оттенила черную для оттенения беру прям вообще вот можно испачкать кисточку вытереть и вот этим мизерным количеством краски как бы затенить разбеленным разбеленным желтым намечают пятна на хвосте такие что-то напоминающие овальчики но тоже обратите внимание что они все у нас смотрят как и хвост мы рисовали да как лучики солнышко тоже все они повернуты как-то направлены к павлину нашему не особо я их вырисовываю обратите внимание все они разные не особо такие прям аккуратные чистым желтым по низу вот такие вот рисуем дуги тоже они получаются разнообразные какая-то потолще какая-то потоньше то есть это будет красивее чем у вас будет все прям математически правильно высчитано одинаково то есть у нас должно быть живописно красиво до синем вот по верху обхожу эти наши овальчики но я их так буду называть перышки дальше добавляем немножко белил в ультрамарин и ставим такие вот кружочки тоже кружочек условно где-то он получается сики сикоську на кассе да такие вот так кривоватые но точечки в общем такие крупные точечки ставим не полностью перекрываем да все желтое оставляем там мы еще будем оранжевый цвет прокладывать в них внутри ставлю в этих голубых черненькие поменьше дальше делаем оранжевый цвет желтый с красненьким смешал получается оранжевый и над этими синенькими прокладываем оранжевенький тоже светлые белесый этот желтый наш изначально который мы наносили он полностью не перекрывается то есть кое-где он там немножечко где-то больше где-то меньше но он виднеется синим цветом можно еще при желании внизу очертить если допустим бледновато до хочется выделить еще черный цвет можно также черным внизу к емочку сделать аккуратненько жиденько тоненькой линии чтобы не перечернить и от каждого вот этого оваль чека мы ведем короткие такие вот мазочки показывая что все вот эти вот красивые перышки они у нас там вот хвосте в основании до крепятся то есть туда направляем эти все черточки ну кое-где там не обязательно только от вот этих овалов где-то рядом с ними тоже можно показать вот эти вот направление перышек и бличочки уже в серединку ставим где-нибудь такие же маленькие рядом с черненькими где-нибудь посветлее чуть-чуть около клюва мордашку каких-то бличочком еще ставлю перышек поярче по шейке делайте только короткие мазочки коротенькие тоненькие коротенькие здесь уже уточняю если вот хочется поярче кажется темно да тогда уже смотрите по своей работе если вас устраивает как бы можете так оставить и уже не добавлять ничего то есть всегда следите за своей работой если вас устраивает да я еще там что-то рисую а вам нравится как у вас так значите оставляйте главное чтобы вам нравилось и вы кайфовали от процесса вот это главное а не то что там кто-то скажет что-то да кому-то не понравится главное чтобы он нравилось вам так я считаю поправляю глазик делаю более каем очку вокруг глазика беленькую более тоненькую желтый с белилками еще вот решила я и сверху добавить таких то есть импровизирую уже смотрю добавляю чего хочется то есть опять таки повторюсь да это на уже на ваше усмотрение хочется делаем хочется не делаем то есть если у вас и так ярко красиво то зачем это нужно и снимаем скотч посмотрим на работу без скотча это всегда интересно она уже такая становится закончена как в рамочке но не всегда у меня получается оторвать ее не порвал работу вот и в этот раз не получилось вот посмотрите поближе акварельная бумага фактурная такие вот получаются классные какие-то переходы такие фактурка интересная такой павлин получился довольно таки простая работа пишите комментарии как вам такие работы рисовали ли вы с детками получилось или у них или нет ставьте лайки если понравилось еще раз напоминаю что включайте колокольчик видео выходят два раза в неделю понедельник и четверг а я на этом с вами прощаюсь и до скорой встречи в новых видео пока пока